Курская школа-интернат номер 2, где обучается 81 ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, стала еще одним адресом добрых дел благотворительного фонда Лешера Усманова «Искусство, наука и спорт». В регионе создано первое уникальное образовательное учреждение для комплексного оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи юным курянам, для которых выражение «движение – это жизнь» приобрело особый смысл. Ранее эти дети проходили реабилитацию в центрах медицинских Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно, достаточно обременительно для детей, для родителей ездить в эти центры. А теперь они имеют возможность уникальную по месту жительства, по месту получения образования, во второй половине дня получать вот эти реабилитационные услуги, работать с психологами, работать с дефектологами, логопедами, получать дополнительное образование. Мы испытываем глубокое чувство благодарности Кальшеру Бурхановичу Усманову за то, что без него этот проект не состоялся бы никогда, за то, что люди были небезразличны к проблемам и судьбам этих детей и их родителей. На масштабную реконструкцию оснащения медицинского корпуса современным оборудованием, благоустройство территории потребовалось три года. Здание претерпело существенные изменения. Были увеличены дверные проемы, расширены коридоры, пристроены лестничные марши и лифтовые шахты. На сегодняшний день медицинский корпус школы номер 2 города Курска – это просторное трехэтажное здание, состоящее из трех отделений – профилактического, физиотерапевтического и восстановительного лечения. С современным оборудованием оснащены все 26 кабинетов и залов. Например, уникальных приборов для пассивной разработки суставов нет ни в одном реабилитационном центре Курской области. На реконструкцию и техническое оснащение корпуса благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» направил 72 миллиона рублей. Из областного бюджета финансирование проекта составило 17 миллионов. «Я еще раз хотел поблагодарить наших партнеров, давних, и компанию «Металлоинвест» Алишера Бурхановича Усманова, и вот рядом со мной Мария Михайловна стоит, Андрея Владимировича Варичева с его коллегами, потому что мы сотрудничаем не только в сфере экономики, но и занимаемся достаточно много решением социальных проблем. Вы знаете, по Железногорску примеры и так далее. А что касается работы благотворительного фонда, я вам скажу, это неоценимая сегодня поддержка». Открытие специализированного медицинского корпуса для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – важная веха в социальном развитии региона. Сейчас прорабатывается система межведомственного взаимодействия, которая позволит проходить здесь лечение и реабилитацию детей Курской области независимо от места обучения. «И мы, конечно, хотели бы, чтобы из области приезжали сюда дети на реабилитацию, потому что здесь такое дорогостоящее оборудование, купленное совместными силами и на средства фонда, и благодаря администрации Курской области, что, конечно, хотелось бы использовать его по максимуму». Реабилитационных центров подобного уровня в России пока немного, и важно, что в решении этой проблемы помощь оказывает бизнес, отметила заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева. «И если будет и государство создавать такие центры, но оно одно не справится, а еще и благотворительные фонды, да еще по пути частного государства, партнерства, которое можно оплачивать систему обязательного медицинского страхования, мы только будем рады и приветствовать». Деятельность фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» системна и постоянно. В Курской области к числу социально значимых проектов фонда относится также и завершенная в 2013 году масштабная реконструкция Октябрьской школы-интерната для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.